Всем привет! И в этом уроке я хочу рассказать, как мы слышим звук. Кажется, что всё так просто, но на самом деле не всё так просто. И первое, что я хочу рассмотреть, это длина волны. Чем ниже частота, тем она длиннее. Чем выше частота, тем волна короче. Покажу на этом примере. Мы здесь видим, чем ниже частота, тем она длиннее. Чем выше частота, тем она короче. Почему? Потому что с прошлого урока мы можем понять, что чем выше волна, особенно самая высокая частота, которую мы слышим, это 20 тысяч колебаний в секунду. Это мизерное расстояние. Чем ниже волна, тем она длиннее. Для чего это нужно нам знать? Для того, что когда мы расставляем свои колонки дома, либо акустические системы на каком-то концерте, мы должны ставить правильно микшерный пульт. Почему? Потому что, так как низкая температура, частота имеет очень длинную волну. Как вычислить длину волны? Нужна скорость звука 330-340 метров в секунду поделить на частоту. И, например, если мы поделим 330-340 метров в секунду на 20 Гц, то мы получим длину волны 16-17 метров. Вы представляете? Это длина волны 16-17 метров. И эта частота может при неправильном расположении микшерного пульта обогнуть нас сверху, либо снизу, и мы ее не будем слышать. И, например, мы поставим неправильный микшерный пульт, мы не будем слышать низких частот, мы будем наваливать на всю низкие частоты, но спереди будет очень громко, сзади громко, но по центру будет провал. Поэтому, когда мы размещаем микшерный пульт, нужно правильно его разместить, так как низкие частоты имеют длинную волну. Второе, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это направленность. Звук имеет направленность, но не весь звук имеет направленность. Как это объяснить? Высокие частоты имеют направленность, низкие частоты не имеют направленности. Приведу вам пример. Даже в домашнем кинотеатре мы можем видеть, что сабвуфер мы можем поставить в любой угол, низкие частоты мы будем слышать. Но если мы колонку повернем вправо или влево на нашем столе, мы уже не будем слышать так отчетливо высокие частоты. Поэтому очень важно, когда мы расставляем акустические системы, либо колонки дома, чтобы рупор четко смотрел на нас. Если мы размещаем акустические системы в зале, нам очень важно посмотреть, сколько градусов в ширину и сколько градусов в высоту, и четко распределить эту широту и высоту на весь зал. Почему? Потому что если мы неправильно расставим акустические системы, то у нас будет провал в тех местах, где рупор не будет доставать. Средние частоты, они имеют более широкий угол раскрытия. Низкие частоты вообще не имеют направленности. То есть сабвуфер, он имеет динамик, но несмотря на то, что динамики играют вперед-назад, он звучит, сабвуфер, и вперед, и назад, и вправо, и влево, и вверх, и вниз. Поэтому такая физика низких частот, они не имеют направленности. Очень важно правильно расставлять, особенно среднечастотные и высокочастотные динамики. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это кривые равные громкости. Вы никогда не задумывались, почему сабвуферы такие большие, а пищалки такие маленькие, как монета. Это свойство нашего звука. Самое чувствительное ухо наше на частоте в районе 1 кГц. Оно очень чувствительно, так устроен наш слух. Но низкие частоты мы слышим намного тише, поэтому нам нужно их больше. Я сейчас вам покажу график. Мы можем его видеть. Смотрите. Частота 1000 Гц на уровне громкости 20 дБ. Чтобы мы слышали частоту 20 Гц, нам нужно поднять ее до 80 дБ. Например, 80 дБ, частота 1 кГц, почти до 120 дБ нам нужно поднять уровень громкости низких частот. Здесь есть небольшая волна, но в принципе здесь практически на одинаковом уровне все звучит. Это нам нужно для того, чтобы мы знали, что когда мы делаем комплект аппаратуры, нам нужно брать либо все одного комплекта от производителя, который все рассчитал, либо когда мы все комбинируем, все тщательно просчитывать. Почему? Потому что при неправильном просчете у нас будет либо провал низких частот, либо перевал средних и высоких частот. Поэтому учитывайте все, знайте направленность, а также знайте длину волны. Если вы это все будете учитывать при расположении акустических систем и микшерного пульта, либо место, где вы располагаетесь, чтобы слушать, то у вас все получится. Всем спасибо, до свидания, до скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok